Очень приятно, что есть возможность рассказать и об Израиле тоже. Спасибо большое за приглашение. Израиль, знаете, такое государство, которое на Ближнем Востоке занимает уже много лет позицию чужой среди чужих. Это правда. Ну и помимо этого, Израиль — это такое государство с характером, как я люблю его идентифицировать, особенно после принятия нового основного закона в 2018 году. Израиль — национальное государство еврейского народа. В общем, полное право мы имеем сказать, что государство с характером. И хотелось бы сегодня вам такую небольшую зарисовку, как это государство с характером переживает сложившуюся ситуацию и вообще как демонстрирует свой национальный характер. Спасибо всем, кто дожидался, всем, кто смог остаться. Постараюсь уложиться. Итак, коронавирус в Израиле. Ну, начну я с того, собственно, как Израиль отреагировал на всю эту историю и какие меры они начали принимать. В конце февраля, когда первый случай в Израиле был подтвержден, в общем-то, после этого стали уже какие-то шаги предприниматься и какая-то стратегия, как это все делать дальше. Значит, в начале марта уже ограничивается количество участников на общественном мероприятии. Сначала это было 2000 человек, но практически сразу это ограничили еще до 100 человек и практически сразу это ограничили до 10 человек. То есть здесь буквально это там разница в один-два дня. Такие были приняты ограничения. Значит, даже если это свадьбы или похороны, да, никаких собраний, никаких массовых мероприятий. Компаниям уже рекомендовали в начале марта переходить на удаленную работу из дома, закрыли школы и высшие учебные заведения. И, кроме того, ну, в общем-то, это такой стандартный набор мер, но вот, что меня очень повеселило в каком-то смысле, премьер-министр долго специально объяснял, как нужно мыть руки и зачем. И это, на самом деле, очень актуально, потому что, вот, коллеги, кто был в Израиле, я думаю, вы вспомните точно такую ситуацию. Раньше в любой фалафельной в Израиле у вас брали деньги и этими же руками вам потом готовили питул. Без перчаток, естественно, без там каких-то средств индивидуальной защиты. То есть это действительно так, это национальная черта. И надо сказать, что уровень гигиены в Израиле, он вырос в разы, это тоже правда. Значит, что происходит дальше? Общественный транспорт начинает работать только на четверть мощностей, созданы фонды помощи малому и среднему бизнесу. То есть, в общем-то, пакет мер достаточно грамотный и правильный в этой ситуации. Казалось бы, все как бы очень продумано и с умом сделано. Это должно принести свои плоды. И, в общем-то, достаточно Израиль бы безболезненно, насколько возможно в этой ситуации так говорить, вышел бы из сложившихся обстоятельств, если бы не одно «но». Дело в том, что вот эта вся ситуация с коронавирусом, она в Израиле совпала с праздником Песах. Ну, на самом деле, не только с ним. Песах, он известный праздник в мире, о нем все знают, и это было в СМИ. Но я вот на праздниках хотела бы сделать отдельный акцент. Дело в том, что еще в конце января-начале февраля, это каждый год по-разному, в Израиле начинается праздник Тубешват. Это Новый год деревьев. И вот этот вот праздник Тубешват, он открывает такую череду праздников. Вот поздняя зима, весна, вплоть до лета. В этом году Тубешват выпал на начало февраля, все еще было спокойно, то есть все прошло хорошо. Следующий праздник — это Пурим. Это очень веселый такой праздник, его так ярко празднуют, еврейский карнавал. Он выпал на начало марта. То есть вот как раз Пурим совпал с такими уже первыми мерами ограничения. Но Пурим еще все праздновали, как это полагается, все как бы, ничто не предвещало беды. И на самом деле вот коронавирус в Пурим, он и начал распространяться, была вспышка. Дальше Песах — это начало апреля. Соответственно, в этой ситуации премьер-министр Бениамин Нитаньяху заявляет, что не просто у нас какие-то ограничения на Песах, а мы вообще вводим жесткий карантин, да, без всяких «но». Действовать он будет с вечера, со второй половины дня, с 7 апреля до раннего утра, 10 апреля по московскому времени. Он сделал на эту тему выступление, это было по всей стране. И более того, конкретно с вечера 8 апреля до раннего утра, 9 апреля, был не просто карантин, а комендантский час. То есть выходить нельзя было даже за продуктами. Действительно, все по домам. Понятно, что это один из главных иудейских праздников, но премьер-министр сказал, что мы не допустим повторение ситуации Пурима, да, когда из-за вот этих массовых празднований у нас случилась вспышка. Ну и, в общем-то, население подошло к этому дисциплинированно, да, все поняли, что действительно есть такая необходимость, если бы не часть населения Израиля, а именно раздробленные религиозные общины. Конечно, будет очень много течений, они все разные, но мы сейчас говорим об ультра-ортодоксальных людях. Эта часть населения Израиля, в общем-то, небольшая, это порядка 12%, но в сложившейся ситуации это оказалось такой болевой точкой, потому что вот эти религиозные ультра-ортодоксальные общины, они не смотрят телевидение, у них нет интернета, в общем-то, им не очень интересно, что говорит власть, потому что у них действуют абсолютно свои законы и часто негласные. Соответственно, они, естественно, ничего не соблюдали. И не соблюдать они начали еще в марте, то есть вот вторая половина марта, это бум, несоблюдение правил по самоизоляции, по, значит, причине праздников в религиозных городах. В частности, вот несколько историй вам расскажу. 18 марта один из религиозных городов, Бейт-Шемеш, там отгремела свадьба на 150 человек, естественно, гораздо выше нормы, уже тогда было ограничение 10 человек, у них отгремела свадьба на 150, и вторая такая ситуация, это тоже 18 марта, это вот такой очень был интересный день, это город Бнейбрак, это пригород Иерусалима, там еще интереснее, там свадьба произошла на кладбище, то есть в Бейт-Шемеше такая традиционная родоносальная свадьба, а в Бнейбраке это было еще и на кладбище. Значит, там была черная хупа, да, которую на свадьбах выставляют, она обычно белая, была черная. Это такой, действительно, есть древний ритуал в Кабале, но дело в том, что при этом ритуале вообще жених и невеста должны быть сиротами, то есть вот в этом случае, да, черная хупа. Смысл ритуала в том, чтобы показать ангелу смерти, что мы его не боимся и радуемся в любых случаях. Ну, на самом деле, общины, они в период каких-то катастроф масштабных, всемирных прибегают к этому ритуалу. Вот в Израиле, я нашла информацию, что последний раз такая черная хупа использовалась в начале 20 века, когда была эпидемия холеры. Ну, в общем-то, ситуация чуть-чуть похожа. И вот, когда, естественно, полиция начала реагировать, и когда в Бнейбраке полиция задерживала нарушителей, развирепевшие представители ультра-атодоксальной общины скандировали нацисты, вы настоящие нацисты, антисемиты, то есть реакция была община очень бурная. И, естественно, они, конечно, сопротивлялись полиции, это был очень такой неприятный инцидент. И, в общем-то, никак они не реагировали, да, разгон полиции никак на них не повлиял. Чуть-чуть поутихло это все, чуть-чуть ситуация улучшилась, когда один из равинов, ему уже 92 года, его зовут Хаим Каневский, он пользуется большим авторитетом у ультра-атодоксов, он призвал оставаться дома. То есть, когда уже такой авторитетный человек призвал оставаться дома, членов общины, тогда чуть-чуть все поутихло, но не до конца, то есть волнения продолжались. Ну и, в общем-то, где-то до апреля такие ситуации случались. И вот, собственно, когда уже в канун Песаха был объявлен строгий карантин, естественно, полиция решила проверять синагоги, да, что понятно. Ну и, в общем-то, в одной из синагог было 15 верующих обнаружено тоже, что больше 10, не на много, но тем не менее, были выписаны штрафы в 140 долларов. Но ситуации такие, да, они были. Ну и постоянно уже раввины отдельных общин призывали оставаться дома, соблюдать правила. Ну и, конечно, когда уже все раввины подключились, ситуация чуть-чуть поутихла, но вот были такие истории очень яркие. Значит, что касается других... Сейчас чуть-чуть застабилизировалось, но что касается других праздников. 28 апреля — это был День памяти павших в войнах и терактах. Значит, естественно, этот день прошел в особом режиме. Значит, доступы на военные кладбища и мемориалы, которые собирают большое количество людей, были запрещены, все собрания были запрещены. Но церемонии прошли, они были записаны, и в записи потом транслировались по телевидению и радио. Далее — это День независимости, конечно, уже очень важный праздник с политической точки зрения, тоже в особом режиме, дома, да, с семьей. В этом году День независимости выпал на 29 апреля. Далее, значит, у нас праздник Шевуот. Значит, тут еще интересная ситуация. Шевуот — это праздник дарования евреям Торы на горе Синай. Ну, в этом году он выпадает на 29 мая, то есть вот он будет уже скоро. Но здесь тоже еще, хотя сейчас уже, в общем-то, ограничения снимаются, Израиль возвращается к нормальной жизни, но Шевуот пока не будет праздноваться, помня печальный опыт Пурима и свадеб в рельефных городах, не будет праздноваться всенародно. Но там интересная история. Значит, вообще в Шевуот люди приходят к стене плача в Иерусалиме, и в этом году впервые вот это право прийти к стене плача можно будет выиграть в лотерею на специальном сайте, который, кстати, не только на иврите, но и на русском есть. Русскоязычная версия — можно поучаствовать в лотереи и выиграть право прийти к стене плача в Шевуот. Ну, соответственно, вот это то, что касается праздников, соответственно, как это все будет выглядеть за ближайшим праздником, вот через неделю, будет очень интересно наблюдать. Значит, еще один момент, про который тоже хотела кратко сказать, это то, что вся ситуация с коронавирусом в Израиле совпала не только с Песахом, другими праздниками, Днем Независимости, но и с политическим кризисом, который в Израиле продолжается, в общем-то, уже в течение года. Дело в том, что в апреле 2019 года прошли выборы в Кнессет, в результате которых партия Ликут, находившаяся до этого власти очень много лет, и оппозиционный блок Кахоль-Лаван набрали не просто примерно одинаковое количество мандатов, а прямо одинаковое получили количество мандатов, и, естественно, выборы нужно было проводить повторно. Это был сентябрь, и опять они набрались с очень маленькой разницей, то есть где-то примерно рядом, тогда оппозиция чуть-чуть набрала побольше. И вот уже третьи выборы, 2 марта еще, значит, ограничений таких не было масштабных, 2 марта уже третьи выборы, и опять где-то рядом они набирают, ну, Ликут, в этот раз Ликут чуть больше, но все равно это примерно одинаково. То есть опять никто не смог победить. И, в общем-то, когда вот еще в самом начале марта выборы были 2-го числа, и вот сразу после выборов опросы общественного мнения показывали, что люди говорили, ну, надо, и четвертый раз пойдем на выборы, то есть нормально, мы привыкли в Израиле ходить на выборы, и четвертый раз пойдем. Но здесь случилась вот вся эта история. И в результате уже Бениамин и Таньяху, лидер оппозиции Бенни Ганс, уже наконец-то договорились, сформировали правительство, причем очень тоже необычный такой вариант. Первые полтора года не Таньяху будет находиться у власти на посту премьер-министра, потом его сменит Бенни Ганс. Очень такая ситуация необычная, к чему это приведет, будет очень интересно за этим наблюдать, но тем не менее, наконец-то, значит, они договорились, и журналисты в шутку уже окрестили это правительство правительством коронавирусного единства. Но это вот из серии не было бы счастья, да несчастье помогло, зато теперь, наконец-то, уже присяга нового правительства, и, в общем-то, политический кризис в такой своей острой стадии, по крайней мере, завершен. Ну и последнее, что нужно сказать, это то, что в течение всего периода вот этого коронавирусной нестабильности не прекращалась секретная деятельность Израиля. У меня в названии доклада последним пунктом шла секретная деятельность, и она не прекращалась, имеется в виду секретная деятельность в Сирии. И, в общем-то, один из генералов Цахала, армии обороны Израиля, Аарон Халиба, в одном из своих интервью заявил, что президент Асад должен понимать, что иранцы, которые пришли помочь ему в войне против ИГИЛ, чтобы спасти его, сами сегодня представляют опасность для продолжения его правления. Они также представляют серьезную угрозу для его способности восстановить Сирию. И, в общем-то, Израиль в значительной степени работает над тем, чтобы вывести иранцев с сирийской территории. Эта деятельность не прекращалась, она не прекращается сейчас, то есть можно уже в начале мая было увидеть заголовки о том, что Израиль атакует военные позиции в Сирии. В этом плане эта деятельность не прекращается никогда. В общем-то, наверное, это все, что я хотела рассказать. Да, я вижу, что я...